Привет, с вами Джилл, и вот оно долгожданное продолжение истории Electronic Arts. Для тех, кто только подключился, вот ссылка аннотация на прошлый выпуск. А также путь к ним вы можете отыскать в описании к видео. Ну а с оставшимися мы проследуем дальше по истории. И кстати, здесь в титрах к играм буквой В я буду отображать внутренние студии издательства. Поехали! Пойдем далее по списку изданных игр. Game Over 2 соотносит в себе beat'em up и платформер в одном лице. И рассказывает о спасении узника, заключенного на планете Фантис. Механика представляет собой классику и выделялась разве что своим дизайном и графикой. Из примечательного, игра в Испании имеет название Фантис. А вот PHM Pegasus не менял название, оставаясь симулятором управления корабля. Созданная в недрах Lucasfilm Games, она давала возможность полностью держать корабль Pegasus под контролем. Но сама игра не могла удержать игрока надолго. Quest Master 1 оказалась визуальным текстовым приключением. Играть приходилось как в обычный текстовый квест, но попутно все сопровождалось картинками. Иногда анимированными. Игрокам пришлась по душе и задумка, и история. Следующая игра стала культовой. Skate or Die предлагала окунуться в мир скейтбординга и почувствовать себя мастером катания на доске. Присутствовало три режима. Езда по рампе, гонки с оппонентом через препятствия и одиночный спуск с горы. Каждый увлекал не на шутку, а точенная механика не раздражала. Критики были в восторге. Tomahawk – это сложный симулятор вертолета со всеми вытекающими. То есть данный продукт был определенно не для всех, и посему играли в него лишь единицы. Но кто играл, тот отмечал отличную симуляцию и внешний вид. Как и Abrams Battle Tank. Как несложно догадаться, игра давала подкомандование танк M1 Abrams. Правда, здесь было все чуточку скуднее. И графика, и геймплей, и даже моделирование. На что и сетовали критики со своими средними баллами. Триквилл The Bar's Tale 3 – The Ace of Fate оставалась у той же RPG с механикой Dungeon & Dragon. И подавала новую историю. Они отзывались как о логичном улучшении предыдущей части. С более увлекательным геймплеем, обновленной графикой и увеличенным временем игры. Однако все равно говорили, что до высокого уровня она не дотягивала. Далее вышла замечательная, на мой взгляд, пародия на Олимпийские игры. Кевмен Ах Олимпикс представляла метание женщин вместо ядра, гонки на динозаврах и прочие доисторические интерпретации. Да еще не рисовано все с душой и красиво. FA-18 Interceptor – очередной летный симулятор, на этот раз истребителя. Сделан достаточно красиво, но и без изысков. В отличие от Ferrari Formula One. Вот здесь разработчики развернулись на славу. Во-первых, в графическом плане, сделав все трассы очень натурально. Во-вторых, управление довольно сложное, но и не усложненное косяками программы. Все это выгодно отличало игру от прочих поделок, давая новый уровень погружения. Fusion от Bullfrog оказался летным шут-эмапом с видом сверху. Примечательно тем, что это второй проект известного геймдизайнера Питера Малинье. А вот к следующему проекту подошли гораздо серьезней. Трип Хоукинс понимал, что программисты – люди далекие от спорта. И потому для создания новой спортивной игры был приглашен Джон Мейден. Сначала команда занялась созданием рабочего прототипа. Когда он был готов, его показали Джону. И тот эмоционально и нецензурно объяснил, что 95% контента никуда не годится и надо сделать по-другому. Посему игра была создана почти с нуля, и Джон Мейден Футбол вышла в релиз. Игра была феерично встречена публикой, и не просто так. Все аспекты, присущие играм спортивного жанра и по сей день, были доведены до высокого уровня исполнения. Вот что значит надзор знающего тему человека. Успех предыдущей игры закрепила развлекательная Kings of the Beach про пляжный волейбол. Здесь не было системы чемпионатов и прочего. Просто развлечение, основанное на паре кнопок. Тем не менее, народу понравилось. А пока спорт набирал обороты, EA выпустила первую игру Westwood Studios под названием Mars Saga. Так как это был дебют, то без недостатков в ролевой системе этой RPG не обошлось. С другой стороны, критики вполне спустили данную оплошность на тормозах, потому как геймплей и история были увлекательными. Modern Wars стала первой онлайновой стратегией в реальном времени, работающей через модемы. Новаторство в этом подкрепляло и название, и достаточно тактичный разнообразный геймплей. Рецензеры ставили игре высшие баллы, так как она была по-настоящему новой. Также, EA помогали выпускать не романсера от Interplay, как и Might & Magic 2, Gates of Another World, от New World Compatting и Rock M Billiard от Artec Digital Entertainment. Power Drum – это фуртуристический рейсинг с гибкой настройкой своего транспорта и гонками на шести разнообразных треках. Настройка нужна, чтобы добиться максимально комфортной езды на определенной трассе, ведь неправильные закрылки могут усложнить управление. Еще один продолжатель спортивных начинаний – Power Play Hockey. Как несложно догадаться, симулирует хоккей, пусть и в довольно аркадном виде. Зато она послужила фундаментом к следующим жанровым проектам. Sentinel Worlds 1 – Future Magic, созданная Карлом Бутером. RPG с элементами стратегии оставила смешанные чувства. Во-первых, научно-фантастическая история вместо привычного фэнтези. Второе, геймплей был нелинейен и сложен. Требовал не только вдумчивой игры, как в RPG, но и тактики в некоторых местах. Как и внезапно Surf & Wallet – сложный симулятор тенниса. Под контролем игрока было буквально все – и положение спортсмена, и сила удара, и момент удара. Сплошной хардкор, отпугнувший многих. Спустя два года после релиза Sword on Soda на Amiga, EA договорилась выпустить ее на Sega. Датская Head & Slash игра была очень увлекательна и хорошо встречена игроками. В отличие от версии от EA, с плохим звуком, графикой и управлением. Далее был выпущен боксерский симулятор TKO. Он был прост и увлекателен, управление завязано на небольшом количестве кнопок, а визуально все было красиво и добротно. EA выпустила издание The Trine Escape for Normandy на ПК. Сама игра давала игроку управление военным поездом. Нужно было доставлять важный груз и попутно защищать транспорт от атак. Игра удостоилась высших баллов за увлекательность и красочность. И тут мы добрались до легендарного детища Брайана Фарга, получившего наконец второе издание в 2014 году. Wasteland – культовая постапоколитическая ролевая игра, известная также как родоначальник данного поджанра и как отец всеми любимого Fallout. Но обо всем по порядку. Для издания этой игры требовалось большое финансирование, и Interplay пришлось вновь обратиться к партнерам в лице EA. Но тут получилось так, что само название Wasteland закрепилось за издателем. Что уже касается игры, то это было действительно нечто новое. Несколько уникальных параметров для прокачки, которые очень сильно влияли не только на геймплей, но и на стиль прохождения. Напарники, имеющие такой же уникальный набор умений. В игре предстояло сражаться и разговаривать, и исход полностью зависел от параметров. Также Wasteland прославился своей защитой от пиратства. Нелегальные копии в некоторых местах давали неправильные подсказки, которые вели к тупику в игре, и невозможности продвинуться дальше. И конечно сюжет здесь был одним из лучших в своем времени, наравне с диалогами. EA продолжила издательскую деятельность. На очереди стала Zenni Golf, довольно популярный вид гольф-игр, в виде катания шара по пространству из препятствий к заветной лунке. Очень весело было играть в нее вдвоем. Просыпался соревновательный дух. Симулятор подлодки 688 Attack Sub была скорее развлекательным, чем строгим, а того и популярным и даже названной классикой жанра. Игра давала возможность управлять подлодкой, а также играть по сети через модем. Battle Squadron shoot'em up в антураже космических сражений. Имел поддержку нескольких игроков, а сам геймплей был увлекателен и прост в освоении. Отмечали также красивую рисовку спрайтов. Budokan The Martial Spirit прославилась передовой графикой и представляла собой самурайский файтинг. Каждый прием был реалистично отрисован, оттого геймплей был не только увлекателен, но и визуально приятен глазу. Критики ставили высокие оценки. Cartooners – программа для создания собственных мультфильмов, используя готовые задники, персонажей и облака для текста. Она казалась очень гибкой и даже позволяла вставлять свои изображения, предварительно подогнав под нужное разрешение. Сиквел Chuck Jagger Advanced Fight Trainer 2 стала более продвинутым по сравнению с прошлой частью. Закон сиквела – больше возможностей, красивее графика, симуляция точнее и реалистичнее. То же касается и аналога F-16 Combat Pilot, но тут были еще и настраиваемые опции. Fire King – очередная ролевая игра, она вроде Demon Stalker. По большей части геймплей представлял все тот же Haken Slash, но подача не радовала ни игроков, ни критиков. Hound of Shadow – текстово-графическая игра квест, включающая еще и несколько головоломок, важных для продвижения по сюжету. Последний здесь, как обычно, запутан и увлекателен. Правда, сама игра не стала откровением, до нее уже случались подобные проекты. А на сегодня все. Дальше проекты будут все сложнее и увлекательнее, да и вскоре EA ждет новый виток в судьбе, о котором совершенно точно расскажу в следующем видео. А позже рассказ разделится на отдельные истории о компаниях, которые были приобретены издательством и долгое время трудились на благо компании. Кстати, в титрах к играм я указываю компании, разработающей ту или иную игру, а буквой V отображаю внутреннюю студию EA, о чем не по брезгу еще раз напомнить. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. У микрофона вещал Гэбриэл Ламберт, и я с вами не прощаюсь, лишь говорю, до скорого.